на мне модная оранжевая накидочка значит мы на аукционе господа безусловно можно и даже нужно покупать автомобили только под тем параметрам которые нам дает аукцион опыта уже достаточно поверьте мне но есть случаи когда лучше все же таки поехать посмотреть потому что машина дорогая соответственно в ремонте она будет очень дорогая запчасти и прочее прочее поэтому лучше убедиться но и на дорогих машинах люди специализируются делают куклы поэтому осмотр на копорте вот таких вот двух коршиков вроде бы одинаковые но не считая там отличий по цвету но что-то мне подсказывает что вот этот у нас кукла потому что смотрите он свеже наполированный во вторых у нас есть коррозия вот здесь вот на вот этих вот направляющих на сиденье у нас коррозии здесь на болтике есть мнение что все-таки это кукла в отличие вот от этого сразу сходу в отличие у нас вот от этого куда тут есть небольшая плесень но это опять же таки прям небольшая здесь москорозии нет и здесь москорозии нет ну и характерный запах я склоняюсь вот к этому вот вариант да сейчас на копорте новые правила то есть если раньше мы могли заходить смотреть автомобили то сейчас мы приезжаем и говорим мы хотим осмотреть тот 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 автомобиль они говорят хорошо не больше трех за день и их теперь вывозят на осмотр такая вот история господа три автомобиля за раз за день день с нас в общем оттуда я уже вышел ни один из этих поршиков не подал признаков жизни ну как смысле двигатель не запустился в отличие от этой удюхи она в принципе очень замечательный вариант уровень воды был очень низкий и она запустилась пол пинка но я думаю и уйдет она задорого ну а сейчас мы отправляемся дальше собственно говоря то зачем мы ехали и это поверьте мне гораздо интересней всех вот этих вот трех ты даже всего вот это вот ряда автомобилей вместе взятых ну ехали мы собственно говоря вот за этим господа вроде кажется беспорядок но на самом деле это все снято свой бриджа то есть со второго этажа и сгружена все сюда конечно сгружена как попало но тем не менее сейчас самое главное выяснить какой уровень был затопление что-то не подсказывает вот он так это генераторы ну двигателя в воде были генераторы стартера тоже у нас электроника идет полным ходом тут получается у нас два поставок управления то есть один сверху на втором этаже мой бридж а первый у нас здесь либо это первый это второй неважно так а здесь у нас отметочки нет да то у нас здесь есть отметочка по уровню воды по стекла ветер то на этой стране у нас ничего нет так там у нас идет проход в спальню точнее в данном случае это даже не проход а пролаз так блок предохранитель здесь не было воды ого ничего себе скажу я вам это судя по всему спальня ого душевая слишком много угол согласитесь представляете если все это отмыть как это все будет красиво выглядит смотрите зеркало у нас чуть облезли что касаемо затопления вот именно этого катера то вы знаете какое-то вот двоякое ощущение здесь у нас до сих пор водичка стоит но если бы все вот это было в воде в свое время то дерево вот это вот все рассохлось точнее это дсп так вот видите вот потеки воды но опять же там сухо то есть либо это влага была вот на матрасе видно отметины предлагают мне воду на вкус попробовать соленый я рукой не могу зачерпнуть а вот если я тапочком зачерпнул я думаю я думаю попробовать можно это вообще какая-то смесь солярки с чем это техническая жидкость как минимум депрессии не у нас есть вот тут принципе все где-то вот здесь в лампочке эти водичка была здесь какая-то дверь а двери нам по определению интересно здесь просто шкаф петли видите есть но опять же таки какая-то дверца кстати идет вот туда странно что там видимо как это технический проход вот видите потек коррозии но повторюсь такое ощущение как будто это лишь таки влага а не то что она была затопленная понятно теперь откуда солярочка вот он бак спишь такой но многих и многих литрах соляр и нормально соляр и бензин согласитесь это табуреточка явно нет не отсюда вообще дайте мы сюда зашли выйти будет проблематичный такой чайку бы ты специально завалили так задача у нас сейчас с вами пройти другую каюту вот здесь вот такое ощущение как будто забита звать телевизорах у вас на каждом углу опять же не вижу глобального затопления здесь тоже запасы туалет бумаги 2 душевая с туалетом и носовая спальня даже еще постельное белье осталось от прежних владельцев так а вот это он что соль то есть здесь вот на этом уровне вода у нас получается было ну и пожалуй у нас осталось с вами самое интересное это второй этаж и скажем так собранный этаж колонки здесь вот такого типа как вы видите их сняли для удобства транспортировки они у нас лежат здесь эти прогуляемся с вами на второй этаж вот да здесь все разобрана самое интересное двигательный отсек что мы тут собственно говоря имеет а имеем и тут два дизеля volvo penta водичка была тут была щупа да вот это вот вроде как они даже работает ничего себе это подкачка у нас топлива ручная кабеля есть да тут откручено теперь понятно откуда у нас взялась солярочка то есть вот она генератор у нас тоже дизельный это кстати хорошо так ну и теперь а в самих двигателях воды нет ну по крайней мере в картере но это говорит лишь только о том что водичка может быть во впускном коллекторе потому что это у нас пуск обратите внимание это турбина она наглухо примершая я думаю сами все видите уровень воды был как минимум вот так вот это вот все было в воде тут у нас раздельная система охлаждения здесь антифриз можно его открыть что нам это даст они хрена нам это не даст вот они собственно говоря отверстия куда устанавливаются угловые редукторы видите все это разобрана но я как бы говорю все это нужно будет собирать при условии что этот катер получится прикупить если его получится прикупить даже таком состоянии он будет стоить ну где-то от 150 до 200 тысяч долларов без вода и работы здесь ну на полгода минимум это так я беру по максимуму конечно если сюда накинуть скажем так 40 человек натянуть можно конечно и за полгода сделать уже то что я вижу внушает безусловно определенный оптимизм все интересно если у нас здесь центральные предохранители как мы сюда вообще попадаем ну при условии что нужно что-то с ними делать как то вот так получается этому все эти рабочие это всего рабочий главный вопрос это уровень воды на него найти точного ответа был и 11 коллекторов и видим мы здесь соль вода здесь было фильтр на корресе школам воздушной провернутся ли двигателя хорошего продолжаем изыски если у нас уровень двигателей ниже где-то на метр вот она главная палуба вот он продолжается здесь она у нас чуть повышается откуда интересно вот это вот вы такое быстрое затопление было потом она всплыла не знаю опускаемся но вот эту вот ступеньку и вот у нас будет уровень вот этой ступеньки это у нас уровень главной палубы опускаемся на метр да ну теперь и понятно откуда у нас вода здесь двигателя были затоплены и в принципе все мой вердикт если это чудо техники покупается до 150 то в принципе очень даже рабочего и кстати это у нас престиж 46 футов fly bridge то есть второй этаж мы имеем 2016 год очень интересный проект согласитесь ну в общем ждем торгов и теперь вы понимаете что такую технику без осмотра покупать категорически нельзя как вы видите такие вот приспособления гидравлические платформа опускается для того чтобы было удобнее заходить и выходить из воды ну либо же если сюда пристраивать женский допустим но то есть водный мотоцикл ставится на эту платформу платформа опускается и собственно говоря водник поплывал короче очень интересный проект на самом деле ну для меня лично да вы сейчас наблюдаете ларсон который с новыми инжекторами на одном двигателе все у него хорошо двигателя работает устойчиво чего я не могу сказать обе лайнере основном катере соучастников как вы помните проблему его начали преследовать то есть изначально я вытаскивал воду с бензобака извлекал следующий момент я менял на нем подшипники заходя вот туда на тот подъемник и сейчас мы получили перегрев одного из двигателей чем я собственно сейчас и буду заниматься что-то мне подсказывает что дело именно в помпе который забирает за бортную воду и собственно говоря охлаждает двигатель и этот у нас двигатель вот этот вот левый который я ну если вот так смотреть это правый но вообще это принципе левый двигатель который я очень редко использую потому что в основном по каналам я хожу на вот этому двигателю соответственно с крыльчаткой на помпе могла случиться беда она у нас резиновая в общем сейчас будем разбирать и посмотрим что там происходит ну и в общем и целом на данный момент у нас в работе 4 катера и конечно же у нас есть цель определенная в один момент продать эти катера и купить что-то большое двухэтажное понимаете да ну а если мы увеличиваем катер в размерах соответственно нужно увеличивать и экипаж ну как бы катанов много на самом деле главный механик у нас один как вы понимаете это я ну и конечно же нам нужно для большого красивого двух палубного катера нужно стюардесса софи сделай мне пожалуйста кофе так помпа у нас находится вот здесь работать с ней слегка неудобно не так как на вольво пенто но тем не менее я думаю я справлюсь с этой задачей как у тебя главного механика благодарю дима пока ты здесь себе кофе делала я вот такую историю вспомнил ну конечно же про кофе так вот ты знаешь в америке я не долго приехала сперва я в чикаго иду я по улице смотрю старбакс лечу длинная очередь но я стою стою прихожу короче и говорю близко она смотрит на меня я на неё короче потом я вспоминаю что кого-то украински слово а интернациональное слово это кофе но я быстро исправила ситуации близко но она там стаканчик говорю вам я знала школу ванна так вот пришлось платить короче заплатила я 7 долларов народ я сразу умножила это 140 гривен да я за 140 гривен то я могу ведро пить кофе целый месяц так вот дальше история беру это кофе запаха вообще ноль вкуса ноль черная пережаренная кислятин так вот звоню я своей подруге она говорит ну шо сава хава ю как ты мала я заплатила за каву 7 баксов я утомножила это 140 гривен она говорит ну добрый сав папа я поняла пожалеться то некому я поняла одно что у меня хотя бы войдет красивые классные stories hello i'm starbucks i'm in usa ну так вот да и все окей кофе я не выпала но фоточки и stories вышли отлично такая вот история замечательная история на самом деле про кофе и что то мне подсказывает таких историй конечно же не только про кофе будет у нас на канале еще много софия кофе в студии автомобили в несколько рядов на стеллажах автомобили справа автомобили слева автомобили грузятся в контейнере это значит то что мы с вами на погрузочные площадки автомобилей но речь конечно же в данный момент пойдет не об этом об очередной покупки соучастника и так господа представляю вашему вниманию шеви малево 2019 год господа автомобиль утоплен был где-то вот так ну и следующим этапом как вы понимаете будет мое погружение вот в этот автомобиль будем смотреть что с ним не так и так оживление шеви малево 2019 года приступаем багажник получилось на этом утопленники открыть только варварским методом изнутри потому что машина обесточенная для того чтобы откинуть сиденье вот они вот эти вот штучки но мы до них добраться не могли поэтому получилось только вот путем откручивания вот здесь темно просовывание швабры туда только так так что мы здесь видим как вы думаете соучастнику на день рождения подарить он обрадуется похож на него кстати чехлы какие-то футболки грязные тряпки стаканы носки все короче как всегда кто там говорил про килограмм золото так здесь у нас ничего кроме запаски нет а жалко я рассчитал что здесь у нас будет обадик стоять поди контрол модуль смысле но я его тут не вижу воняет конечно отчаянно скажу я вам зря открывали багажник нифига у нас тут нет то было сделано изначально конечно же прошелся по всем предохранителям нашел два сгоревших силовых здесь у нас все на 60 ампер силовые следующий этап это безусловно перемещаемся в салон но если утопленник то конечно же идем в салон видим вот такую-то раз чудесную картину во первых конечно же вот эти вот фишки основные которые идут по правой стороне автомобилей конечно же по левой нашел я здесь сгнившие контакты кинул вот напрямую пока вот таким вот способом но чисто времяшка ничего не изменилось поэтому пошли дальше нашел я боди контрол модуль и вот у нас находится здесь и здесь вот вы видите да такую вот чудную картину то есть вот они отгнившие провода что у нас бодиком будет я думаю ему тоже будет каюк но на всякий случай конечно же я его встрою сейчас его вытащил строю и мы с вами посмотрим что у нас там происходит если говорить о рентабельности заморочки вот такого плана с утопленниками то смотрите соучастник купил этот автомобиль за четыре с половиной плюс налоги сборы аукциона где-то в районе 5-5 с копейками с доставка вместе получилось но на рынке такие автомобили продаются в районе 16-17 тысяч долларов поэтому считайте сами господа ну и традиционно считаем господа считаем вы пока считаете а я пойду снимать боди контрол модуль дима ну как тебе шеви малибу двадцатого года самое же главное не бита не крашеная у меня батик не вылазит сильно покло пошла пошла ну чё какие твои ставки ему все я думаю ему все вот так видишь еще походит не ну в кармане у тебя да на замену да безусловно на замену но тут же заменой просто не отделываешься это же не значит что ты один снял другой поставил его надо будет программировать именно под этот автомобиль такая вот тема и как это сделать спасибо не ты знаешь конечно а ну все но и следует момент надо будет восстановить все вот эти вот от низшие провода здесь кстати есть еще один блок пока для нас непонятного назначения ой какой путь но ему тоже все надо будет его сейчас извлекать отсюда получается три блока батик вот этот блок и непосредственно я думаю блок airbag ему тоже будет все окупаем три блока двигатель коробка у нас нормально масло я посмотрел все проверил такая вот история поэтому покупайте господа покупать знаешь почему это произошло ну примерно представляю потому что вода поднялась до такого уровня нет это произошло потому что я перед покупкой не посмотрел эту машину вот почему я купил онлайн по дешевочке думал мало ли может прокатит по легкому а есть машина который ты посмотрел да сейчас кстати придет один электроавтомобиль nissan leaf я поехал домой двадцать второй год свежак чуть-чуть потоплен чуть-чуть и вообще вы кто я его посмотрел он в порядке эти груды а ты посмотрел да не если бы я посмотрел этот я пиво не купил конечно да ладно хороший вариант девочка ездил смотри сиденья как близко девчонка гоню этот я проверил по историю один хозяин двадцатый год пробег непонятен но приблизительно где-то 50-60 тысяч майлов не было никогда в дтп не бита не крашен ну немножко подтоплен и была надежда что подтоплен она в пресной воде вот такого вот не будет но как ты можешь это была у нас непресная ладно следующий будет пресс ураган это постоянно но я по истории проверил nissan leaf он был подтоплен как раз пресного тут очень много коробок вот таких тараканьих ловуш о чем это говорит о том что и утопили для того чтобы избавиться от тараканов ловушки не помогли или кто-то кушал картошечку постоянно и оставлял недоеденные бутрики внутри тоже как вариант ну что господа прошли торги по этому катеру что я вам хочу сказать по этому поводу катер продался но куплен он был не нами ибо продался он за 131 тысячу долларов а как вы помните наш потолок был 100 тысяч если у меня какое-то расстройство или сожалению по этому поводу честно говоря нет потому что я представлял тот гигантский объем работ даже не то что он гигантский объем работ а то что он будет растянут по времени и где-то в душе я еще не был готов к таким вот раскладам поэтому ждем другие варианты они подходят и они будут ушло и ушло еще можно сказать по этому поводу не судьба а Субтитры сделал DimaTorzok